Большое спасибо, Антон, за такой актуальный и интересный доклад и за такую огромную и очень важную работу, которую вы проводите, просвещая и пациентов, и врачей. И теперь, коллеги, мы переходим с вами к обсуждению тем нашей сессии и вопрос к докладчикам в рамках круглого стола. И если позволите, первый вопрос у нас следующий. Наталья Шведова задает вопрос. Можно уточнить, обычно мы переводим на двойной режим 3TC-долутогравир пациентов с неопределяемой вирусной нагрузкой. Возможно ли такой вариант при вирусологической неудаче? И есть ли какие-то предикторы рисков увеличения массы тела на фоне терапии с включением в схему долутогравира? Спасибо. Пока, Йорген, я так понимаю, вопрос в основном к нему, поскольку терапию в основном обсуждал он, но я начну немножко, чтобы дать ему возможность услышать перевод. Обычно мы никогда не переводим на двойную терапию больных с неопределяемой мы переводим, но с определяемой вирусной нагрузкой перевод на двойную терапию – это повышенный риск, и мы обычно не делаем этого. Если мы переводим больных на двойную терапию, то переводим с таких, которые уже достигли подавленной вирусной нагрузки, или мы начинаем некоторых наивных больных. Мы подаем данные, мы только что анализировали большую группу больных в Вашингтоне, и, к сожалению, мы наблюдаем больший шанс того, что возвращается вирусная нагрузка у больных на двойной терапии, которые перешли по сравнению с теми, кто остались на двойной терапии. Поэтому я просто делюсь американским опытом, я уверена, что Йорген будет поделиться своими данными. А с точки зрения риска-фактора для повышенного прибавки веса с Долютегровой, я поделюсь только данными по подросткам, мы видим, что те, кто наименее полны, то есть те, которые с точки BMI или Body Mass Index являются более худыми, обычно более реактивны на повышение веса с Долютегровой, как ни странно. То есть не более среди подростков начальные данные из Африки, из нашей когорты, и только что будет научная работа представлена через две недели на детском форуме ВИЧ в виртуальном формате, тоже показывает, есть тенденция того, что дети, подростки, которые более худые при начале терапии, их траектория повышения веса более крутая по сравнению с теми, которые имеют нормальный вес или являются слегка полными или страдают от ожирения. Я останавливаюсь здесь, потому что я уверена, к этому моменту Йорген уже услышал приводку. Спасибо. В исследовании ТАНГО, помните, в 96-й неделе, там был не один случай, вот эта вирусологическая неудача и резистентность. Подавленные пациенты, там можно легко перевести на 3TC и Толутегровир, и эффективность будет точно такая же. Так было показано. Но потенциальная резистентность может происходить из-за, может быть, мутаций, которые уже имели место, и это просто другая причина. И, таким образом, что по поводу ИЗМ массы тела, пока нет данных, которые показывали, что 3TC и Толутегровир, что они очень сильно влияют на индекс массы тела. Но для других, таких как карбо или померин, вот там вы, вероятно, слышали уже, что вот они внутри мышечной инъекции каждые 4 или 8 недели, и вот там индекс массы тела около 30, там меньше просто эффект от этого препарата. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Это, скорее всего, связано с распределением препарата, жировая ткань и мышечная, да, фармакокинетикой, имеется в виду. Юрген, я думаю, что в основном здесь речь идет о фармакокинетике, о распределении препаратов. Да, наверное, конечно, это связано с распределением риопавирин и капо, например, там, соответственно, низкая концентрация до 8 недели, и это ассоциировалось с высоким риском вирусологической неудачи. Кроме того, внутри мышечная инъекция и с очень большим индексом массы тела, тут у них будет гораздо большее воздействие препарата. Спасибо большое, коллеги. У нас есть следующий вопрос. Значит, имеет ли смысл включать в схему антиретровирусной терапии препарат ламиудин при подтвержденной лекарственной резистентности на все нуклеозидные и ненуклеозидные ингибиторы? Действующая схема пациента на данный момент – даруновир и тановир и долутегравир. Спасибо. Доктор Юрген, наверное, это к вам вопрос. Данных у взрослых говорят о том, что можно использовать двойную терапию долутегравира с даруновиром, литонавиром. У детей этих данных мало. Однако в моей клинике в Вашингтоне я очень широко использую двойную терапию, отпуская полностью нуклеозиды, реверстранскиптазы и достаточно успешные результаты на двойную терапию детей. В настоящее время идет научный протокол клинических испытаний у детей и подростков ПЕНТА. Вы, наверное, многие знаете, они проводят много тренингов в России, европейская, африканская серия научных исследователей. И мы скоро увидим, я думаю, к лету следующего года мы увидим официальные данные испытания двойной схемы лечения долутегравира с даруновиром и ретонавиром среди детей и подростков. А Йоргий, наверное, захочет прокомментировать данные у взрослых. Но мы используем широко. Если я правильно понял вопроса, то в ситуации резистентности к неотам и ангиотам, очевидно, что ингибиторы-интеграции хороший выбор, потому что здесь не будет такой резистентности на ингибиторах-интеграции. И это можно комбинировать, например, с каким-то другим препаратом, например, долутегравир с бустером и так далее. Но в соответствии с несколькими новыми когортами, которые работали в этой области, это вот двухкомпонентный режим. И вы знаете, что есть теперь рекомендации относительно новых режимов после вирусологической неудачи. И надо, чтобы два, если не три, активных препарата в следующем режиме нужно использовать для того, чтобы не было затем еще большей резистентности в ситуации неотов и ангиотов этой резистентности. Ну, наверное, скорее всего, ингибиторы-интегразы, и это работает хорошо, как хороший вариант, если я ответил на ваш вопрос. Если можно, я хотел бы уточнить долутегравир и вот эти вот препараты, если вы будете пользоваться. То есть, вы используете дуал терапию только без НРТИ. Да. Я бы пользовался по по-прежнему причине, по которой... Как правило, мы используем действительно один раз в день из этих соображений. Этого будет достаточно. Можно также пользоваться какой-нибудь другой ингибитор-интегразы. Может быть, ралтегравир, например. Или какие-нибудь другие ингибиторы-протеазы, например, с бустером. Но с точки зрения переносимости, может быть, все-таки, может быть, даже колитровый предпочитаем вариант. Но в этой конкретной ситуации можно подумать о третьем препарате. Но некоторые, в зависимости от мутации, некоторые добавляют 3TC или FTC. Но я думаю, что в этом конкретном случае в этом необходимости нет. Мне кажется, здесь двухкомпонентная схема плюс вот у этих нелеченных было бы достаточной. И только один комментарий от меня еще, Данила, напомнить. Поскольку Йорген упомянул однодневный, один раз в день применение долютегравира и даруновира с ретонавиром, что не должно быть ни одной ассоциированной с даруновиром мутацией для применения препарата один раз в день. А в случае наличия мутации по тазам ингибитора, особенно специфичных мутаций для даруновира, когда требуется его приема в два раза. Спасибо большое. Это актуальное замечание. И это действительно очень важно. А другое дело, что в России у нас есть некоторые сложности в некоторых регионах с проведением теста на генотипирование. Особенно если мы говорим с вами про старт-терапию, то есть при тритинг-драк-резистанс. У нас есть некоторые проблемы в этом, но мы пытаемся их решать, конечно. И еще один есть вопрос к доктору Юргену Рокштра. Поделитесь, пожалуйста, максимальной длительностью определяемой вирусной нагрузки на стандартных схемах, содержащих долутегравир. То есть какой период времени мы можем быть спокойны, пока у нас на фоне тройного режима, содержащего долутегравир, определяется нагрузка и какие это могут быть уровни? Спасибо. Я бы прокомментировал доктор Конов по поводу вашего тестирования и генотипирования. Я сначала с этого начну. Вы знаете, хотел прокомментировать одно из обещаний в терапии, связанной с ингибиторами протеаза, интегразы, вернее. Вы знаете, это передаваемая резистентность к интегразе. И вот эти мутации, которые таким образом передаются, вот в исследовании было проведено и показано, что вот в каждом данном режиме может быть влияние препарата в результате очень высокой чувствительности, например, компонента тенопавира. Но, во всяком случае, я бы не слишком беспокоился об этом, потому что режим будет все равно работать у нелеченных пациентов. Ну, по крайней мере, когда вот вы говорите, что если у вас нет возможности предначально резистентность к тестированию. Теперь, что касается, как долго можно считать, что все нормально, вы знаете, там в рекомендациях говорится, что должно быть неопределяемой самое позже, к шести месяцам после начала терапии. И если вы помните, когда используются интегразные вот эти режимы, то очень быстро вирусная нагрузка снижается. Помните, ведь это так всегда было до шести месяцев всегда. Но мы знаем, что у некоторых пациентов бывает количество, вот, например, CD4 там и так далее, вирусная нагрузка 800 и так далее. И все это длится гораздо более долго. И есть пациенты, у которых мы начинаем с очень высокой вирусной нагрузки. И даже после шестого месяца мы не можем сказать, что она неопределяемая. И, ну, разумеется, всякое бывает. И опять-таки это зависит от конкретной ситуации. В настоящий момент точно непонятно. Но есть группы, которые рекомендуют интенсификацию, добравить другой препарат, препарат другого класса. Но нет данных, которые показали бы, что это лучше, чем трехкомпонентная схема. Поэтому, я бы сказала, нет смысла добавлять дополнительные. Надо быть аккуратным. Если к шестому месяцу нет неопределяемости, надо тогда убедиться, что надо воспользоваться режимом. И понять, может быть, у него очень высокий генетический барьер. Например, 3-ТЦ и этенофавир. И к шестому месяцу, если вы видите, что она все еще определяется, вы начинаете нервничать. Но если ралтегравир, например, вы используете, или тенавир с бустером, вы иногда немножко более защищены. Потому что высокий генетический барьер. Помните, в Джемине и в некоторых других исследованиях было показано, практически не было ни одного случая вирусологической, между прочим, неудачи. Просто один во всем мире, там случай буквально, ну там ралтегравир, это в исследовании Джемине тоже. Но, то есть, очень-очень редкие случаи такой развития резистентности. И это, конечно, когда мы говорим, причем документированное отсутствие приверженности наблюдалось. И вирусная нагрузка была ниже, соответственно, 200. И если не определяемая к шестому месяцу, тогда, в общем, нужно все это дело проверить. Спасибо большое. И маленький комментарий из США. Мы считаем вирусную нагрузку до 200 копий. Достаточно нормальным явлением мы не считаем это терапевтическим неуспехом. Поэтому мы позволяем больным иметь вирусную нагрузку до 200 копий. И маленький комментарий из Московской области. Здесь мы, конечно, имеем не такой большой опыт использования долутегравира. В основном это пациенты, которые пришли к нам либо с низким иммунным статусом, либо с очень высокой вирусной нагрузкой. И когда мы начинаем эту терапию, действительно часто встречается такая... Ну, не часто, но есть такие примеры, когда люди не достигают полностью вирусологической супрессии к шестому месяцу. Но мы тоже не считаем это основанием для того, чтобы изменять режим прямо сейчас. Чаще всего мы продолжаем его. И в конце концов, ну, там, к какому-то месяцу, обычно до года, происходит полная вирусологическая супрессия. И мы достигаем целевых показателей меньше 50 и так далее. Спасибо большое, коллеги. Да, действительно, ведь большое значение имеет, на каком уровне у нас зафиксировалась эта вирусная нагрузка. Да, если это пределы 200 копий и ниже, то опасений гораздо меньше, нежели если это будет более высокий уровень вирусной нагрузки, который могут свидетельствовать о неудаче вирусологической. Коллеги, всем большое спасибо. Мы завершаем наш круглый стол. И хотелось бы благодарить организаторов, наших спикеров и наших гостей за проделанную работу. Все было интересно, актуально, очень современно. И если вы позволите, я передам слово Елене Орловой-Морозовой для заключительной части нашего форума.